Духовный центр на Подоле Вместе с вами мы сегодня отправимся в удивительное путешествие по миру Библии. Начало наших встреч каждую пятницу, субботу и воскресенье в 18 часов по киевскому времени. Наша программа будет проходить по 1 декабря. Работает колл-центр программы, где готовы принимать ваши звонки. Пожалуйста, если у вас есть особая молитвенная просьба, пишите нам, звоните нам. Ваши пожелания, вопросы наши операторы будут готовы ответить вам. И также в течение программы у нас будет специальный диалог с пастором, где мы постараемся ответить на ваши вопросы. Вы можете писать нам и звонить на скайп, сайт нашей программы lovehope.ua. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию произведение «Превознесен великий Бог» в исполнении музыкального коллектива «Город Киев». Небеса и моря прославляют Тебя, проповедуют силу Твою и славу. Небеса и моря прославляют Тебя, проповедуют силу Твою. И славу превознесен великий Бог, и слава Твоя над всею землей и между народами превознесен. Великий Бог, и имя Твою величайся во всей землей и слава Твою и слава Твою и слава Твою и слава Твою. И имя Твоё величается во всей землей и превознесен. Небеса и моря прославляют Тебя, Проповедуют силу Твою и славу. Небеса и моря прославляют Тебя, Проповедуют силу Твою и славу превознесён. Великий Бог и слава Твоя над всеми землёй И между народами превознесён. Великий Бог и имя Твоё величается По всей земле превознесён. Любите истину, любите. Увы, земные судьи, коль Господа взыскать хотите, Смиряйте вы сердца свои. Кто Бога искушать и чает, или не верит, кто Ему, Себя от света отлучает, безумство погружён во тьму. Неправду в сердце кто помыслит, и злое сердце изречёт. Господь глаголы те исчислит и беззаконие сочтёт. Языком воли не давайте, не преклоняйтесь к леветам, Неправды души не убивайте, Господь судьёю будет вам. Наша тема сегодня – признание вины. И представит нам эту тему пастор церкви Андрей Довгель. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие телезрители. И милость Божья, на каких простых, разумных, справедливых условиях она может быть получена. Кто сознается в своих грехах, оставляет их, тот будет помилован. Признание вины – это видимая часть процесса покаяния. Прощение грехов даётся Богом легко, просто. Но простота – это на самом деле кажущаяся. Потому что Бог настаивает на кардинальном изменении жизни человека. Духовные процессы, которые происходят внутри человека, они нам не видны. Когда вы смотрите на человека, ну вы думаете, что вы смотрите на человека, на самом деле вы видите кожу, волосы, костюм. Но то, что внутри, там глубоко, сокрыто от нас, но открыто для Бога. Наше желание изменить нашу жизнь, мы называем верующие люди словами «принять Бога в сердце» – это тайна, это невидимо. Но есть видимое проявление наших убеждений. И об этом видимом проявлении, одном из них, может быть, самым первым, и наверняка один из самых главных – это признание собственной вины, признание нашей вины. Наверняка вы знаете на своем опыте, что признать вину нелегко. Иногда мы просто и не замечаем, порой даже вопиющих каких-то наших проблем. В Библии, в книге «Бытие» описывается удивительная история одной семьи, семьи Иакова. И когда братья, сыновья Иакова, по прошествии многих лет, попадают в Египет, приходят туда, чтобы попросить купить хлеба, они встречаются там с Иосифом, которого они не узнают. А он их хорошо узнал. И они стоят и просят хлеба. А Иосиф говорит, у меня есть подозрение, что вы люди непорядочные, что вы пришли сюда с сомнительными целями. В «Бытие» 42 главе описана эта история. Удивительно, что отвечают ему братьям. Мы все дети одного человека. Мы люди честные. Смотрят в глаза брату, которого продали. Вспоминают Иакова, жизнь которому отцу поломали, любимого сына продали. И они говорят, мы люди честные. А что такого? Честные. Как легко человек забывает свою вину. И это проблема. Давайте прочитаем одну евангельскую историю, которая, на мой взгляд, поможет нам чему-то научиться учиться в этом искусстве, умении признавать свою вину по-настоящему, так, как хочет этого Бог. Евангелие от Луки, 19 глава. С 1 по 10 стих. «Пришел Иисус в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его, сказал ему, «Закей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Закей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения своего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Это история, которую мы видим и можем с уверенностью сказать. Жизнь этого человека изменилась. Он слышал об Иисусе Христе, многое наверняка слышал. Слышал, что это не такой учитель, какими он привык встречаться в своем родном городе. Ему очень хотелось встретиться с Иисусом Христом. Но у него была проблема, он был коротышкой. Я не знаю почему, но очень часто в СМИ, в мультиках даже, коротышки, они какие-то всегда злобные и вредные. Вот Шрек, может быть, смотрели кто-нибудь, там принц был такой маленький, но такой вредненький. И вот, видимо, люди невысокого роста под каким-то прессингом особым находятся, и в том числе и Закей, он хотел доказать, что он великим может стать, но великим в другом. А что великим сегодня делает человека в мире? Деньги, слава, почет, все это у него было, он своим упорством, качествами добыл. Но чего-то не хватало, чего-то того, что заставило его в хорошем костюме от Армании, в швейцарских часах, по французскому галстуке, в итальянских туфлях залезть на дерево. Может быть, не такая была одежда, но аналоги того времени точно были на нем. Может, человек успешный, состоявшийся, а мира в сердце не было. А здесь Иисус Христос, и он энергичный человек. Он просчитал, как будет проходить Иисус, залез на правильное дерево, проявил энергию, смекалку, Иисус его увидел. Подумайте, сколько людей в толпе там не проявили всего этого. И не увидели, не встретились с Иисусом Христом. А он молодец, залез. Иисус, увидев его, говорит, Закей, я радуюсь тебе. Я радуюсь тому, что ты так стремишься встретиться со мной. Сегодня я назначаю тебе встречу у тебя дома. У тебя дома я встречаюсь с тобой. И вот, представьте себе, вечером, вечер, Закей ждет Иисуса. Небыкновенно Иисус, он взгляд один такой подарил Закею, что там, наверное, все перевернулось внутри этого человека. Он ждет его. Он зашел в свою шестикомнатную квартиру. Или особняк. И думаю, так как приготовиться? Ко мне придет Иисус, праведник. Проблема. Проблема. Диван, заворованные деньги куплен. Стол, за который я Иисуса посажу. Это махинации небольшие. Закей, холодильник за откаты. Ну, он там в финансовых органах же был. Знал, как заработать. И как праведника Иисуса в такой дом приглашать? Закей находит выход. К нему пришли люди, сопровождающие Иисуса Христа. Пришли те, которые даже удивились той открытости Иисуса Христа. И Закей принял вот этот вызов Иисуса в своей жизни. Господи, ты хочешь войти в мою жизнь? Тогда я должен в своей жизни навести порядок. Потому что это серьезно. Потому что не просто какие-то развлечения, религиозные разговоры. Меняется жизнь моя. Господи, если ты вошел в мой дом, тогда я приведу свою жизнь. В соответствии с тем, чему ты учишь, чего ты хочешь. И Закей говорит. Непростое решение для начальника налоговой полиции. Господи, перед всеми людьми. Если я что-то сделал нечестно. А при моем окладе я так жить, естественно, не мог бы. В четверо воздам. Как бы ни совершалось признание своего греха, в обществе или наедине с Богом, это нужно делать искренне, от всего сердца. Как Закей. Ничего удивительного, что Иисус Христос вошел в дом этого человека. Не погнушался. Его репутации. Его образом жизни. Потому что он видел сердце. В Псалме 33 мы читаем. Близок Господь сокрушенным сердцем. И смиренных духом спасет. Закей это положительный пример признания вины? Наше признание, исповедание, веры, когда мы приближаемся к Богу, когда мы приглашаем Его в свою жизнь, не должно остаться просто проявлением чувств, принятием некой религиозной формы поведения. Но это трансформация жизни. Это реформация нашей внутренней жизни, которая проявляется в конкретной поступке. А что может быть конкретнее того, что человек достал бумажник, конкретно деньги раздал тем, кого обидел? Очень легко говорить, называть себя верующим человеком. Достаточно легко научиться соблюдать какие-то религиозные обряды. А вот деньги – это показатель очень часто нашей серьезности по отношению к Богу. Закей серьезно показал свое решение. Фактически, я полагаю, что вот этим своим поступком он не просто финансов лишился, но крест на своей карьере поставил, на все, потому что он увидел лучший выбор. Закей – это пример положительный. Есть в Новом Завете другой пример. Пример отрицательный. Как неправильно признавать вину. И эта история записана тоже в Евангелии от Луки, в третьей главе. В третьей главе от Евангелия Матфея она тоже записана. Можете его открыть, посмотреть и в одном Евангелии, и в другом. Здесь мы встречаемся с Иоанном Крестителем. Библия говорит о том, что это величайший пророк Божий. Человек, который знал волю Божию по отношению и к истории, и к людям, которые к нему приходили. И вот в этой истории, в Евангелии от Луки, мы читаем, что к Иоанну Крестителю, тому, кого Библия называет голосом вопиющего пустыни, стали приходить люди. Много людей. На какой-то период времени Иоанн Креститель стал популярен. Как модный проповедник, как духовный учитель. И к нему потянулись люди. Разные люди. Служивый люд, солдаты, мытари, грешники. И, как свидетельствует евангелист Матфей, даже религиозные лидеры и политические пришли для того, чтобы креститься от самого Иоанна Крестителя. Решение креститься от него для одних, наверное, это был какой-то поворотный момент жизни. А для кого-то что-то подобно тому, как сегодня водители некоторые наклеивают иконки на панель автомобиля, и там святые терпят в этом автомобиле и дым табачный, и мат, который разносит, такие терпеливые святые, и думают, вот они приблизились к чему-то религиозному. Показательность слова Иоанна Крестителя. Возможно, можно было бы радоваться на его месте и говорить, фу, ну наконец-то не только ко мне солдаты и крестьяне пришли, ну вот, вот мэр Иерусалима пришел, вот начальники пришли, вот религиозные лидеры пришли, все хорошо, все слава богу. Нет, он встречает их, как, знаете, ушат воды на них вылил. Очень резкими словами. Я бы не осмелился бы этой аудитории сегодня сказать, если бы ко мне подошли, я что-то таким начальником, я бы задрожал. А он молодец. Он говорит. По рождению ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить себе. Отец у нас Авраам. А им, наверное, так приятно было этим религиозным людям говорить. Отец у нас Авраам. А Иисус говорит, нет, не у вас отец Авраам. У Закхея отец Авраам. У того, который был грешником. Но, когда я пришел к нему, он оказался достаточно честным и принципиальным, чтобы своим кошельком, своей карьерой, своим добрым именем искупить ту вину, которую он нанес людям. А вы пришли, исполнили обряд. Ну, покупались вы, Ордане. Но это вам не поможет. Потому что нужно что-то серьезное изменить в своей жизни. Что-то сделать ощутимое. Иоанн Креститель еще их предупредил. Посмотрите, топор наточенный возле вас лежит. И дровосек на подходе. Почему так резко? Меня тоже смущало. Думаю, ну, вот Иоанн Креститель, однако. Такой резкий. К нему пришли люди прилично, а он их порождение ехиднина. А в современном переводе – змеиные отродья. Как так приветствовать людей? Ну, как можно? Вы знаете, я думаю, здесь не обозвал он их. Ни в коем случае. Нет, нет, нет. Это технический термин. Потому что кто змеи? Кто змеи? Дьявол. Дьявол – змей. А это прием дьявола. Взять и людей, которые пришли к Богу, научить ничего не менять в своей жизни. А просто одеть некую религиозную маску. Маску наружной религиозности. Вступить куда-нибудь в какую-нибудь религиозную общину. Научиться символу веры. Научиться тексты правильно цитировать. А Иоанн Креститель, Божий пророк, говорит – нет, это не проходит. Это не плод покаяния. Плод покаяния, когда ваши жизни будут меняться. И дальше к нему подходят солдаты. И для вот этих вот пришедших религиозных людей урок был очень серьезный. Солдаты приходят, говорят – что нам делать? Мы хотим наладить свою религиозную жизнь. Он говорит – будьте честными, исполняйте свой долг. Приходят к нему грешники. Он говорит – нет, не надо грешить. Будьте порядочными. Бог ожидает не только религиозного флера от нас, но человеческой порядочности. И, что немаловажно, порядочности не столько сейчас, но и порядочности по отношению к своему прошлому. И если там в прошлом есть скелеты в шкафу, знаете такое выражение? То надо шкаф этот раскрыть, скелеты вытряхнуть. Чтобы Бог мог осветить всю жизнь человека. И после обращения, и до обращения. Признание вины – это то, что человека, нас с вами, должно сделать свободными. Бог не хочет, чтобы мы ползали под бременем вины. Бог хочет, чтобы мы летали. Бог хочет, чтобы мы взлетели для Него. Радовались жизнью с Ним. И для этого нужно закончить с этими скелетами. Мы читаем у пророков, каких перемен ждет Бог. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Если беззаконник возродит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Я хотел бы вам еще один пример рассказать. Исторический пример. В 1945 году, когда нацистская Германия была разгромлена. Территория этой страны была тоже опустошена войной. Многие заводы в качестве репарации были вывезены. Некоторые в Советский Союз, некоторые в Америку. Умы многие вывезены. Страна в нищете лежала. Люди ходили голодные, есть было нечего. Через 20 лет, к 1965 году, эта страна стала самой процветающей страной Европы. Там делали замечательные машины «Мерседес», на которых и сейчас не стыдно проехать. Немцы летали уже на отдых на Канарские острова, где тепло и приятно. 20 лет. Почему такой быстрый взлет экономики? Ну, можно там рассказывать, что там это вот помогли, помогли американцы или еще кто-то. Но, знаете, я думаю, что не поэтому. Я думаю, в большей степени потому, что произошла деноцификация этой страны. Когда страна признала вину за то, что творилось по отношению к ближайшим народам, к соседям, к дальним. Вы знаете, это интересный документ есть. Он называется «Закон номер 104», который был принят в Германии в 1945 году. Там 88 страниц текста. Но главный смысл, идея этого закона в том, что по отношению к немцам действовала презумпция виновности. То есть, каждый человек признавался виноватым по отношению к тому преступному режиму, который управлял ими всеми. Люди были разделены на такие группы. Крупные преступники, мелкие преступники, примкнувшие или попутчики их называли на немецком, которые просто извлекали выгоду от того, что выгодно быть членом партии. Ну, знакомая картина, да? Но потом во всем покаялись. Были вычищены суды. Единственный орган, который полностью был вычищен, самое главное, справедливый суд. И нищая страна с колен, разгромленная, за 20 лет стала преуспевающей. Почему произошло покаяние людей, народа? Я с немцами сейчас ногами общаюсь. Я понимаю, что это реальные слова покаяния. Сколько лет незалежная Украина? Политику не полезем. Но посмотрите, признание вины на политическом уровне работает. Оно точно так же работает на личном уровне каждого человека. Вы хотите преуспевать? Все хотим преуспевать. Скелеты мешают. Признавай свою вину. Исправляй свою жизнь. И все будет работать. Божьи благословения будут работать. Мне нравится в Библии, в книге пророка Ездры, история, когда израильтяне в очередной раз ситуацию испортили в Израиле. Так проще можно сказать. Взяли иноплеменных жен. И вот этот праведный человек, который всю жизнь Библию читал, которому плохого слова о нем невозможно сказать. Какой замечательный. От лица всего народа встает и признает, и говорит, Господи, 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 мы согрешили. Ты прощал нас, а мы творили беззаконие. Он молится. После всего упасикшего нас за худые дела наши, за великую вину нашу, Ты, Боже, нас пощадил. Библия признает вину. Бог прощает. Здесь в том, чтобы исповедовать вину, признать вину, есть один важный момент, важный принцип. Мы можем испытывать некоторую неловкость, когда нам нужно будет признавать вину, когда мы захотим это сделать. Есть принцип. Если ты грех совершил тайный, то признание вины, оно не должно быть слишком публичным, скорее всего. Но если грех совершен публично, если об этом знают люди, то и раскаяние, и признание вины должно происходить публично. В 60-е годы, когда были особенно сильные гонения, они не были кровавыми, они были тяжелыми в плане, ну что ли, моральном. Гонение на верующих, на христиан. Произошла интересная история. Ее рассказала Магдалина Некрасова, которая сейчас совершает служение в православном Покровском монастыре во Франции. Она рассказывала, как в 60-х годах, она, будучи молодой девочкой, услышала, что в их город приехал читать лекцию бывший священник, а ныне безбожник Некто Чертков. Характерная фамилия. И она не очень-то и хотела на ту встречу, но ее попросили священники, говорят, сходи, ты молодая, может быть, тебя так не будут там ругать. Ну, хоть один из наших верующих, пускай кто-то сходит, посмотрит, что о нас говорят. И она пошла на эту встречу. Пошла на эту встречу, и там был молодой, 30 лет, симпатичный человек, который в такой развязной, ироничной манере смеялся над верующими, смеялся над их убеждением, пытался смеяться над Словом Божьим. И она в поры... И говорил залу, что если есть какие-то вопросы, напишите записочки. Она написала ему несколько страниц. Говорит, Бог мне помогал писать. Я даже написала гневные такие слова, обличительные, и передала ему. И он эту записку прочитал пред всеми. И говорит, о, я удивляюсь, что после моей лекции тут еще верующие люди остались. Ну, вот тут девушка пишет что-то. Вот, и он зачитал ее вслух, и зал был весь возмущен. Как это так, лектору из столицы, вот. Кто-то осмеливается возражать. Но потом этот молодой человек пригласил ее побеседовать, перенеся диспут от общих глаз в комнату. Она говорит, я испугалась, я подумала, сейчас я с ним здесь побеседую, а потом выйду у меня в Воронок и в Сибирь. Таких историй много было, к сожалению. И никто в них не покаялся по-настоящему. Она испугалась. Но когда они остались наедине, тон этого лектора был, ну, такой более, что ли, спокойный, менее агрессивный. И он начал ей объяснять, рассказывать свою позицию. И говорит, ну, я же не первый из священников, которые вот отвернулись от религии. И она говорит, в тот момент у меня пришла мысль, я даже не знаю, откуда она взялась. Говорит, да-да, вы не первый. Он говорит, ну, вы Осипова имеете в виду? Он первый священник, который отрекся, профессор Академии Православной. Она говорит, нет-нет, гораздо раньше было. Он, а кто там, еще фамилию одну звал? Дауман такой тоже был. Он говорит, нет, и не его. А кого же? Иуда первый. И он говорит, такое ощущение, что током ударило этого безбожника, что он как мешок сник. Говорит, я ушла. Но эта история имеет продолжение. Через 20 лет. Через 20 лет в Риге. Ей рассказал знакомый, что вот этот самый Черезков, спустя несколько лет, когда он не нужен был власти, как отработанный материал, его видели в храме. Он приходил и молчал, и слов не говорил. А когда были покаянные слова в литургии, то он просто рыдал, и плечи его тряслись. И он попросил его о своем восстановлении священником. Но ему отказали. Сказали, ты покаялся, это хорошо. Но ты бесчестил имя Божье на всю страну. Ты издал книги безбожные. Сможешь ли ты сотворить достойный плод покаяния? Простым псаломщиком в начале 90-х годов он и скончался в Риге. Ну, по крайней мере, хотя бы обрел мир с Богом. Вы знаете, когда мы говорим о вине, чувстве вины и о признании вины, мы не сможем все исправить в своей жизни. Вы знаете, это неправильная идея, если мы сейчас подумаем, что мы должны все исправить, что у нас получится, вернее, все исправить. Нет, есть шрамы, которые невозможно выровнять, излечить. Но сделать нужно все возможное, потому что это честно пред Богом. Если ездра от всего народа просит Бога милости, признает вину, и Бог отвечает. Мы видим и другую историю в Ветхом Завете, это, когда Ахан, ух, какой человек, все указывает на его вину, дело Божье разваливается. А он не хочет об этом думать. Он думает, авось пронесет, потому что ему очень дороги одежды из Вавилона, из золота вавилонское. И он не хочет знать о своей вине. И вот дела до этого нет, что гибнут люди. Жребие указывают уже на его племя, на его род. Он не хочет признавать вину, потому что золото Вавилона ослепляет человека. Это вторая причина, которая мешает людям признать свою вину. И это тоже борьба змея. И это тоже креатура дьявола. Итак, мы видим с вами два подхода. Два подхода людей в их духовных преобразованиях, которые приходят в жизни после покаяния. Первый – это как Закхей, который говорит Богу, «Господь, если Ты мой господин, то я не просто буду Твоим именем пользоваться, но я разрешаю войти в мой дом и навести в нем порядок». Везде. В гардеробе, в холодильнике, в зале, в компьютере. Везде. Потому что это самая большая радость, и я об этом хотел всей жизни. Потому что у меня были амбиции, но эти амбиции ничего не значат, Господи, по сравнению с той радостью, которую я получаю в Тебе. И такому человеку Бог говорит, «Ты настоящий верующий». Как Авраам. Ты настоящий верующий. Человек, испытавший истинное покаяние, возьмет на себя всю полноту ответственности за свой грех и признает свою вину без всякого лукавства и лицемерия. Даже если ему, как Закхе, это будет стоить дорого. Не только в деньгах. В авторитете. В добром имени. Многие могут подумать и сказать, «Как я признаю, когда все меня считают таким хорошим? Как я скажу, что у меня была проблема? Почему я должен это озвучивать?» Почему? Потому что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Мы нуждаемся в очищении, потому что праведность наша я даже не могу сказать, как в Библии Гиенко это переведено, какая наша праведность. Прочитайте дома. Но наша праведность ничтожная и нечистая. И только Бог может очистить нас с вами. И мы, придя к Богу, хотим этого, но свое желание мы должны подтвердить реальными изменениями. И если мы признаем вину, сказав «А», мы должны сказать и «Б» и сделать настоящий поступок. И мы видим другую философию, весьма распространенную сегодня в современности. Это философия порождения Ехиднина. Это креатура дьявола. Внешне будь религиозным. Соблюди внешнее правило. Не заходи далеко, как когда-то фараон говорил народу Божьему в своих религиозных рвений. Не нужно менять жизнь. Ты что, с ума сошел? Ты же разрушишь все. Не нужно этого делать. Мы с вами, люди, выбираем путь нашего примирения с Богом. Мы сами его выбираем. Бог говорит «Меняйся». Бог говорит «Делай эти изменения». Потому что, ну, особым, он говорит некоторым, топор лежит уже. Ахан с золотом. Жил и не радовался. Что толку? Потому что чувство вины привело. У него не было чувства вины, но была вина. Его поступок привел к тому, к сожалению, что не только он. Дети погибли. Покаялся, может быть, хотя бы дети спаслись. А Закхей без денег, без золота, без вавилонской одежды. С Иисусом счастлив. Я хотел бы сегодня, чтобы то, что я вам говорил. Вы могли как-то, вот сейчас, несколько минут, не смотрите на меня, посмотрите внутрь себя. Головы опустите, не знаю, посмотрите внутрь себя. Я обращаюсь сейчас к молодым людям. Вы знаете, когда мы молоды, мы делаем иногда такие ошибки болезненные в отношениях с людьми, в отношениях с друзьями. Наносим с легкостью болезненные шрамы, болезнь которых мы понимаем только с годами. Вспомните и признайте эту вину. Позвоните, признайтесь, скажите. Если вы нанесли кому-то боль, признайтесь, скажите, что вы это сделали. И что вы сожалеете об этом. Я хочу обратиться к вам, к тем, кто находится сейчас на пике своей формы человеческой, кто энергичен и знает, как выжить в этом мире, как заработать себе на кусок хлеба и устроить жизнь. Подумайте, может быть, в этой своей энергичной деятельности вы где-то прошли по головам. Может, где-то вы были несправедливы кому-то. Может быть, вы присвоили, может быть, не время, но деньги чье-то. Может быть, чью-то репутацию вы понизили для того, чтобы свою возвысить. Подумайте и принесите свои извинения. Я хочу обратиться к людям, которые прожили достаточно много лет на этой земле. Возможно, и у вас осталось что-то. То, что им не хочется признавать, потому что вы беспокоитесь, что скажут обо мне люди. Да какая разница, когда сейчас важно, что скажет о вас Бог, с которым каждому из нас очень скоро придется встретиться. И когда мы признаем эту свою вину, когда мы сделаем шаги в том, чтобы загладить ее, насколько мы можем своими человеческими силами это сделать, то самое удивительное чудо произойдет. Чудо Закхея. Иисус придет. Иисус придет в ваш дом. Потому что сейчас он стоит рядом и стучит, как мы читаем в книге Откровения. Стучит и ждет, когда он может зайти в дом приготовленный, где не будет ничего нечистого. От нас зависит, будет ли открыт этот дом, наш дом для дорогого гостя. Будет ли там все достойно. Или двери будут плотно закрыты. Пусть Бог поможет мне и вам. Быть внимательными к своей жизни. Быть внимательными к тому, что мы делаем. И дай Бог доброй памяти, чтобы вспомнить те незначительные, может быть, для нас вещи, которые сегодня живут чужой болью. И чтобы Бог дал силу нам в этом все исправить. Через несколько минут мы будем с вами в живой беседе обсуждать эти вопросы, дорогие телезрители. А сейчас будет музыкальный номер. Славлю его имя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые зрители, через несколько секунд мы вновь вернемся на программу истории вечной любви. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благовестия Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, изначально как-то такая позиция, на мой взгляд, неправильная Конечно, все мы хотим выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле Мы актеры? Нет, мы хотим лучшего Христиане – люди, которые знают о своей ответственности перед Богом И о вине, которую они имеют, согрешив против ближнего, либо против Всевышнего Поэтому они менее всего актеры Но вы, как пастор, вы, наверное, часто общаетесь с людьми И вы чувствуете, что вот человек, может быть, заявляющий о своей большой вере Старающий показать свою духовность Вы чувствуете, что этот человек немножко, может быть, лукавит И действительно на время одевает какую-то маску Одну из масок Я думаю, что у каждого из нас есть масса масок в своем шкафу И в зависимости от ситуации мы эту маску одеваем Ну, эта маска хорошая Хорошо, если она прирастет И он будет с этой маской Она станет частью его самого, частью его натуры Хорошо Светлана спрашивает Если человек, значит, уже во грехе, то о каком полном раскаянии может идти речь? То есть тогда раскаяние просто невозможно Потому что если во грехе человек уже зачат То есть он не знает, что такое жить праведной, настоящей жизнью Поэтому он находится во грехах Грех на него давит И поэтому для него как бы разница между настоящей жизнью, которую предлагает Господь И жизнью греховной, вроде бы нет разницы Он ее никогда не видел Да, но с одной стороны это так С другой стороны, Бог дает нам большое преимущество Знать зло и знать добро И знание добра, что есть истинно и справедливо, вложено в каждого человека Даже не знакомого с религиозными нормами А имея в руках Библию, уж мы точно можем определить, что есть хорошо и что есть плохо И это знание, оно помогает нам признавать свою вину Конечно, мы не в ответе за грех Адама Но и не надо У нас есть свои собственные грехи Которых достаточно на всю нашу жизнь Чтобы их признавать Чтобы их представлять пред лице Божьей И получать прощение То есть вы считаете, что человек разумно может определить Вот эту границу между добром и злом? Ну, мы всю жизнь этим и должны заниматься Занимаемся, но не получается, да? Да, конечно Хорошо, спасибо за ваш ответ Следующий вопрос Игорь прислал этот вопрос Если я живу спокойно, чувство вины перед Богом меня не преследует Значит ли это, что я слишком далек от Бога? Тоже не хотелось бы утверждать, что человек как-то там недуховный Нет, знаете, в разные периоды жизни разные ощущения Давид очень долгое время ходил спокойно, пока к нему не пришел пророк Нафан И не сказал те слова, которые он должен был услышать Иногда Бог дает нашей жизни определенную паузу И потом дает человека, который скажет нам то, что поразит нас в сердце Но если все-таки человек не испытывает долгое время, долгие годы в своей жизни Он действительно не испытывает вины перед Богом Может быть действительно он настолько далеко ушел от Бога, что он не слышит просто голос Божий Или не приходил к нему Или не приходил, где-то потерялся в этом лесу или в поле Возможно Возможно, но, вы знаете, мы не можем сделать работу Бога сами То есть Бог должен это побудить в человеке, вот это желание искать его Желание примириться с ним Понимание того, что не все в порядке И, в общем-то, статистика, ну такая печальная статистика самоубийств Показывает, что у людей есть проблемы Даже если они не знают о Боге Они не находят часто выхода в своей жизни И не справляются с виной, которая давит на них Хорошо Если сто раз согрешил, сколько раз нужно покаяться? Ну, как минимум сто еще А если серьезно, то мы же не считаем грехи, сколько раз мы грешим Чаще всего наши ошибки прошлого, они всплывают иногда по короткому истечению времени Иногда могут десятки лет пройти И нам вспомнится, что где-то там 20 лет назад мы что-то не то сказали или сделали Здесь уже невидимая работа Духа Святого, который работает с нашим сознанием Вот он пускай нам и подсказывает Мы задавали один вопрос киевлянам и жителям этого города Один вопрос, как вы справляетесь с чувством вины? Давайте мы посмотрим ролик, как отвечают люди Наверное, стараюсь попадать в меньше ситуации, когда я чувствую себя виноватой Я стараюсь делать так, чтобы его не было Вот так вот А там, дальше, я как бы стараюсь меньше об этом думать, что ли Я просто прошу прощения, объясняю ситуацию Чувствую вины? Прошу прощения, если виноват Ну, наверное, стараюсь найти какое-то оправдание Почему в тот момент я сделала, вот именно поступила так, а не иначе То есть, скорее всего так Ну, или стараюсь же все-таки как-то загладить свою вину Перед человеком, перед которым я чувствую себя виноватой То есть, ну, извиниться, как минимум Извиниться за то, что ты сделал И попробовать как-то искупить То есть, это, наверное, лучший вариант И плачу, и расстраиваюсь Нормально справляюсь, я не чувствую за собой вины В основном О, это такое тяжелое чувство Я даже стараюсь как-то, чтобы таких случаях не было Ну, извиниться надо, прежде всего Ну, пытаюсь это чувство себя не культивировать Пытаюсь как-то исправляться, я не знаю Делать какие-то дела хорошие По меру сил Я спокойно до этого отношусь Сегодня такой день, завтра будет и другой Все, я себе не делаю этого трагедии просто Извиняюсь Прощение – это лучший способ победить это чувство вины, мне кажется Если человек меня простит, значит все будет нормально, правильно? Сначала прогуляюсь, подумаю, виноват ли я или нет А потом уже иду, прошу прощения Вот, если я виноват Ну, видите, Андрей, люди по-разному отвечают на этот вопрос То есть одни говорят, в этом-то не вижу особой проблемы Другие говорят, ну, достаточно извиниться, может быть, даже поплакаться Вообще этого достаточно, может быть, и перед Богом Ну, извиниться и поплакать немножко Вообще интересно, как бы такая выборка получилась Даже какая-то закономерность Женщины, они как-то более сердешные такие Чувствуют более тонко организованную натуру А может быть, мужчины просто более умело скрывают И пытаются выглядеть сильными Когда внутри что-то не так Конечно же, недостаточно поплакаться Если мы хотим признать вину Это действие по отношению к нам Но есть еще и люди, в чьей жизни мы сыграли отрицательную роль И Бог хочет, чтобы мы восстанавливали справедливость Настолько, насколько мы в наших силах это сделать Мы видим, многих людей сегодня находятся в состоянии депрессии И врачи говорят, что как раз причина для вот этой депрессии Почему человек находится в таком состоянии Это то, что человек не покидает чувство вины Сегодня действительно это стало просто бичом для современного общества Какой совет можно дать современному человеку, чтобы не оказаться в этом депрессивном состоянии? Вот совет и то, что человек делает реально, выходя из этого состояния Мне кажется, эти вещи, они диаметрально противоположны Потому что чаще всего первое желание забыться, как-то отвлечься, чем-то сбить А нужно, наоборот, время для того, чтобы искренне поговорить с Богом Мы верим с вами в живого Бога И я верю, что Бог говорит сегодня не только пророкам древности Или выдающимся религиозным лидерам Он каждому человеку может сказать, что ему сделать в жизни Но для этого нужно время Чтобы слышать голос Божий, для этого нужно время и желание Я бы посоветовал этим людям искать этого голоса Божия Найти поддержку духовных людей, с кем можно было побеседовать Кто поддержал бы Спасибо Вопрос лично вам Часто ли вам лично приходится испытывать чувство вины? Что вы при этом делаете? Да, постоянно На самом деле У вас не признаки депрессии тогда? Ну, надеюсь, что нет Потому что я себя чувствую на самом деле хорошо Но действительно, как недавно уже отвечал Что бывает, всплывает Вот там 20 лет назад что-то сделал не так Что-то сказал не так Я понимаю, что вот Ну, сейчас я уезжаю в другую страну Мне надо до отъезда встретиться с человеком и поговорить Поэтому это мое решение Ну и много вины у меня чаще всего, что не успеваешь сделать Мы в суетливом мире живем И груз обязанностей И не всегда успеваешь сделать настолько хорошо, насколько хочешь В этом есть переживания Ну, я надеюсь, что Бог Ну, это уже не такое, наверное, огромное чувство вины Наши зрители спокойны за вас Чем формальная вера отличается от настоящей? Формальной? Чем формальная вера отличается от настоящей веры? Вообще, как-то можно разграничить эти понятия? Понятие формальная и настоящая вера? Наверное, надо для себя это разграничить Наверное, надо просто время от времени себе какие-то, ну что ли, нон-стоп сделать И сказать, Господи, ну вот мне столько-то лет Я столько лет верующий Человек, встретивший меня, не знающий меня, увидит, что я верующий Соседи мои или те, с кем я работаю на заводе, они видят во мне верующего человека Подчиненные мои видят во мне верующего человека Мне кажется, эта переоценка, она должна происходить постоянно Очень открыто, я вначале говорил, очень открыто наши зрители относятся к нам И задают нам вопросы Есть определенные реплики Я зачитаю, не подписался человек под этой репликой Если я перестану отвечать злом на зло, если не буду жить по принципу На меня напало все село, но я отгавкалась, меня просто съедят и затопчут в этом мире Ну мне в голову сразу пришла евангельская история о женщине, на которой точно все село нападало И она пыталась отгавкаться, у нее было пять мужей и все такое Но в ее жизни встретился Иисус, она с ним поговорила И пришла в свое село такой, что село не гавкало на нее, а пошло за ней к Иисусу Встретиться с Иисусом Спасибо, Екатерина задает вопрос Вы говорите, омойтесь и очиститесь, приводили текст Как и где? Стоит ли мне скопить денег, поехать в Израиль и окунуться в Иордане? Слышалось, что многие так делают, и жизнь после этого у них поменялась? Ну, скопить денег – дело хорошее, съездить в Израиль тоже не грех Но чтобы поменялась жизнь, то можно начинать уже на процессе накапливания денег Получше получится Хорошо Я в ссоре с одним человеком Серьезный вопрос, я думаю, это переживание, особое переживание Я в ссоре с одним человеком уже долгое время Мы вместе ходим в одну церковь Я не виновна, но извинялась уже два раза Однако прощения от того человека нет Что делать дальше? Меня очень беспокоит эта ситуация Нервы на пределе К сожалению, от нас не все зависит К сожалению, мы не можем войти в тело другого человека, что-то поменять в его разуме Отпустить этого человека Молиться за него и пытаться как-то выстроить нормальные отношения, не ждать быстрых изменений Хорошо, но вот люди молятся Знаете, проходит долгое время, люди действительно находятся в ссоре Поразительно, люди ходят в одну церковь, но примириться друг с другом не могут Я думаю, там реально духовная проблема В том числе и у человека, который пишет эти слова Потому что, ну да, в церкви мы собираемся, люди, ну, разные С разным жизненным опытом, ситуацией Мы можем ранить друг друга даже, не понимать друг друга Но мы же там не ради друг друга, а ради Христа Мы получили несколько вопросов по скайпу Некоторые вопросы уже отчасти похожи на те, которые мы задавали И один из вопросов, которые мы задавали в прошлой нашей передаче Но все-таки, если я виновен перед моим другом, но он этого не знает Нужно ли мне просить у него прощения? Перед другом? Нужно? Нужно обязательно Даже если он не знает, но если я ему скажу об этом, я потеряю друга Дружба укрепится, на самом деле Мы мыслим последствиями Еще ничего не произошло, а мы уже себе нарисовали последствия, которые будут И пугаемся их, и говорим, не, мы не будем менять нашу жизнь Мы не будем ничего делать, потому что страшно произойдет Я потеряю друга, я потеряю супругу, меня посадят в тюрьму, еще что-то А где же место всемогущему Богу? Но люди, они, может быть, не имеют таких отношений с Богом Потому что у нас тоже есть вопрос, который мы получили во время Вашей лекции Как определить, какие грехи Открыть только Богу, а какие признать перед людьми? Те, которые против людей Те и людям и открыть Очень просто, на самом деле Это простой вопрос Это вопрос, который решает человек Вот просто сев и подумав Вот здравый смысл плюс отношение с Богом Они отвечают на этот вопрос Хорошо У нас в церкви на каждом богослужении Призывает выйти на покаяние Нужно ли выходить каждый раз? Ведь ясно, что за неделю грехов поднакопилось Ну, существует, наверное, такая практика Выходить Но насколько она помогает, я не знаю Мне кажется, лучше к Богу в тайную комнату Как Иисус пишет на горной проповеди Ну, то есть, когда священник призывает к покаянию Чтобы люди вышли на покаяние То лучше не выходить Так вы считаете? Понимаете, это религиозная практика Какой-то одной группы Религиозной И я не хочу им свой какой-то устав прописывать Ну, в общем-то Главное же, что Бог простил Человек ничего не сделает С чувством вины другого человека Ничего Может усугубить Может на время успокоиться То есть, вот это общее покаяние Совершенно не нужно То есть, достаточно, чтобы ты в своей тайной комнате Обратился к Небесному Отцу И Он простит тебя То есть, не нужно выходить Вот это массовый выход людей Может быть, к вот такой платформе И просить прощения у Бога Но если человек виновен против людей, сидящих в зале Против всех людей Наверное, надо выйти против всех попросить Но если ты виновен против своего соседа Неверующего А приходишь в церковь и перед теми выступаешь То, скорее всего, ты покажешь свою некую духовность Но ты реально не делаешь то, что должно тебе помочь Но можно тогда приобрести еще больше врагов Если был у тебя один, то появится несколько Ну, Иисус это не очень заботило Еще один вопрос Ольга нам написала Нужно ли менять священника для исповедания своих грехов? Или нужно ходить к одному и тому же? К одному и тому же, к Иисусу Христу Ну, Библия нам говорит, что есть единственный священник на небе И есть единственный храм настоящий Но речь, скорее всего, идет не о небе Речь идет о земле Вот и к нему и не менять И не менять А остальных земных можно поменять Остальных можно поменять Они максимум консультанты, которые должны к нему направить Я не могу решить проблем ни одного человека, который приходит ко мне Я могу с ним вместе помолиться Могу его выслушать, как-то поддержать Но не в моей власти снять вину Бог меня этим не наделял Хорошо, следующий вопрос из истории, рассказанной вам О Захе Я понял, что если я человека обидел То я ему могу просто заплатить за эту обиду И все Ну, это неплохое, скажем так Неплохое начало для выстраивания новых отношений Суть же не в том, чтобы рассчитаться А восстановить отношения То есть Бог восстанавливает отношения И мы, люди с вами, призванные Богом, мы тоже должны заниматься этим Восстанавливать отношения Конечно, ничто так не улучшает дружбу, как своевременные расчеты Поэтому справедливо начать с этого, но не останавливаться Ну, вы знаете, так получается, что у многих людей есть это чувство вины И для того, чтобы как-то загладить это чувство Они готовы принести в церковь большую сумму денег И когда они приносят эту сумму То есть им становится намного легче Потому что они понимают, что вот этим самым Они несут куда-то Они несут в детский дом, в банк Они отдают именно в церковь Потому что, понимая, там есть присутствие Бога И вот когда ты отдаешь эти деньги в церковь То все, вот это, всю вину я как бы снял с себя Это нормальный подход? Таким методом можно пользоваться? Если боишься признаться пред людьми В чем ты виновен пред ними? Хороший вопрос Потому что он предполагает сложный ответ на самом деле То, что человек принес деньги и жертвует на церковь И как понимает он для Бога Ну, я не склонен судить мотивы Но это ни в коем случае не может заменить Восстановлением каких-то отношений Восстановлением каких-то моментов С законом, возможно, нарушенных Это одно другому не заменяет Спасибо Вы действительно верите, что общество Это общество может поменяться Ведь почти каждый живет по принципу Я человек не злопамятный Зло сделаю и забуду Хороший вопрос, но ответ ваш мы хотели бы услышать через несколько секунд Мне было страшно молиться молить твой чинаж Потому что воля Бога и моя воля Они могли не сойтись Не было слов утешения, не было Когда мы принимали это решение Впереди была темнота Было избивание, насилие в семье Мы дошли до такого, что мы уже перестали друг друга понимать Я просто стеки не могла вытромать, сколько я мало Я как бы скрикнул к Богу Бог же, помоги мне Почему я такой? Почему я не могу измениться? Для меня это было не то, что маленькое переживание Это было треки сестра жизни Я приходила домой, я не то, что плакала Это такая надежда Это такая вот уверенность, что вот он рядом И помогает даже в такие вот тяжелые ситуации Я очень благодарна Господу Потому что он полностью изменил мою жизнь Полностью Мне намного лучше так жить, чем раньше Даже не сравнить, можно сказать Счастье в вечных ценностях И счастье в Господе Иисусе Христе И счастье в любви по отношению к другим людям Я хочу еще раз зачитать этот вопрос Вы действительно верите, что это общество может поменяться? Ведь почти каждый живет по принципу Я человек не злопамятный Зло сделаю и забуду Я люблю историю И я вижу, как менялись общества Целые страны Под влиянием одного человека Индия изменилась благодаря нравственному примеру Ганди Америка изменилась благодаря Служению Мартина Лютера Кинга Почему думать, что Мы не можем думать о том, что Одна измененная жизнь человека в Украине Не может повлиять на всю эту страну Я думаю, что Общество меняется Вот этот тезис, что общество нельзя поменять Что здесь все испорчено Он тупиковый на самом деле Общество можно поменять Людей есть совесть Опросы показывают, что Вы сами смотрели с вами клип Где люди говорят Половина, по крайней мере, говорит о чувстве вины То есть это Все меняется Меняется один человек И поменяются люди вокруг Эту волну невозможно просчитать Ну, что мы видим на практике Вы приводили в пример Германию И сказали, что за 20 лет Очень многое поменялось Но если говорить о независимости наших стран Вы из Белоруссии Мы здесь в Украине находимся Вы видите, что за 20 лет Люди стали лучше Мы поменялись в лучшую сторону Или в худшую? Я вижу, что люди остались людьми Разными И в то же время Поэтому люди и не верят В то, что это общество можно изменить Просто, знаете, история Когда она творится Она хороша, видимо Спустя некоторое время Спустя некоторое время Я думаю, что и на украинское общество И на белорусское И на российское Какие-то люди Чей-то нравственный пример Оказали влияние Но это влияние можно оценить И увидеть спустя годы Чаще всего так Андрей, мы получили вопрос по скайпу Пастор сказал Что нужно прирасти К маске доброты Маска Это обман личности Как можно прирасти К этой маске Если мы христиане Я Притчу Сказку А может быть и были Хочу коротко рассказать Что родился принц И он был такой уродливый Такой страшненький Что в детстве Одели на него серебряную маску Красивого человека И он носил 20 лет носил Потом, когда маску сняли Оказали, что черты лица под ней Правильные Ровные Красивые Поэтому, знаете Лучше попытаться быть добрым И стараться им Может быть это будет выглядеть Как маска Нежели сказать Буду злым Это проще Но это неправильно Но многие считают Что лучше быть открытым человеком Чем действительно спрятаться За определенную маску Я такой какой я есть Пусть я даже злой Но все люди Прекрасно понимают Что можно ожидать от меня Но если одеть эту маску доброты Ведь долго не продержишься Ну я Может быть Не слово маска доброты Может быть слово вежливость Употребил бы Вежливость Порядочность Это не маска Это норма поведения человеческого А такая вседозволенность Это вот такая вот Я вот буду тем Кем я есть Если помните Такой старый добрый фильм Обыкновенное чудо Там был очень капризный король Который подчиненному На голову заварника Так раз Вылил Потряхнул на нем И говорит Это во мне бабушка Сейчас говорит Это не я Ну это смешно Ну это всегда легко Сослаться на другого человека Я сразу же после ваших слов Ну интересного вопроса Проверил свой шкаф Скелетов там нет Но нет в то же время Ни денег Ни откатов Что лучше Ну во-первых Похвально такая вот Ну Быстрый волшка Вы сказали что у каждого В шкафу там Несколько скелетов Люди лучше готовы Найти скелетов Но чтобы были откаты И деньги А если нет ни скелета Нет ни денег То считаешь Что это худший вариант Может быть Скелетик маленький Во-первых Надо внимательно посмотреть Где-то спрятался Да А деньги Они потенциально могут прийти Тоже шевелиться надо Хорошо Разве Согласно ваших слов Разве у каждого Должен быть свой путь Примирения с Богом Не значит ли это Что я сам выбираю Как не задобрить Бога Но это может быть Неверный путь Свой путь Потому что у нас Свой путь греха Да Если я прошел Определенном пути Здесь обидел Здесь украл Здесь обманул То мой путь Возвращение К Богу А путь к Богу Это всегда путь Возвращение К истокам К изначальному То он должен пройти Через вот эти вот Моменты жизни Поэтому в этом смысле Свой путь Но рецепт один Бог, который Прощает грехи И исцеляет Это чувство вины Еще один вопрос Мы получили Через скайп Андрей спрашивает Что мне делать Если я понимаю Но грешу Не хочу делать А делаю Неужели для меня Нет спасения Ну вы Андрей говорите Как апостол Павел Он тоже говорил Что хочу делать Не делаю Что не хочу делать Делаю Это борьба Это наша борьба В которую И я вовлечен Точно так же И думаю Вы, Олег Мы вовлечены В эту борьбу Но наша задача В этой борьбе По крайней мере Не сдаваться Каждый день Мы боремся с тем Чтобы не делать То, что нам хочется То, что Является Соблазнительным Привлекательным На этот момент Светлана спрашивает В Священописании Есть такое выражение Христа Все стою у двери И стучу Кто услышит Голос И творит дверь Если я не открываю дверь Что я не слышу Голос Божий Или он не стоит У дверей Моего сердца Если я не слышу Голос Да Если человек Не открывает Свою дверь Он не слышит Голос Либо Христос Не стоит У двери Этого сердца Может быть Должно прийти Время Может быть И не слышит Голос Тут Знаете Эти вопросы Легче говорить И обсуждать Все-таки Не в большой аудитории А лично С человеком Поэтому я посоветовал бы Этой девушке Женщине Поговорить С пастором Служителем церкви Где-то там Где она живет Чтобы Посмотреть на свои Духовные проблемы Вот В более Таком узком кругу А вопрос Лично вам Скажите А каков Ваш был Путь К Богу В общем-то С одной стороны Он достаточно Был простым Потому что Я пришел К Богу В 24 года Тогда я думал Что я зрелый мужчина Сейчас я понимаю Что жизнь Только начиналась Поэтому Самых больших Ошибок жизни Может быть Не успел сделать Но К счастью Я могу сказать Что Бог как-то Очень быстро Сломал Мою прошлую жизнь Мой эгоизм И завладел Мною Если можно так сказать А вы считаете Что Бог Сломал вас? Жизнь сломал Вот вы Вы говорите А жизнь сломал То есть Все пошло не так Как хотелось бы Не Ну просто Был один путь Одно направление Потом все Забрал все хорошее И Бог И повел по другому Дал другое хорошее Еще лучше А вот Если мы говорим Для многих людей Вот они не могут понять Действительно То что делает Бог в их жизни Это вообще Желание Бога Вот что-либо Поменять в своей жизни Либо это действие Кого-то другого Потому что Многие люди Меняются Но не в ту сторону Как понять Что твоя жизнь Меняется Именно под влиянием Того что делает Бог в твоей жизни Знаете Это Ведь многие люди Считают себя добрыми И вполне порядочными Они считают Что они идут По правильному пути Им кажется Что это есть Влияние от Бога Но на самом деле Эти пути Просто с Богом Расходятся И они все Далее и далее Уходят от Бога Как человеку понять Под чьим влиянием Ты сегодня находишься Ну Здесь в общем-то Несколько Мне кажется Того что может нам помочь Это первое Слово Божие Которое Ну Помогает нам Регламентирует Нашу жизнь И показывает Путь наш Наши эмоции Оценки Нашего жизненного пути Иногда мы чувствуем себя Спокойно Иногда тревожно Они обманчивы Но вот Диалог с Богом Молитва Это то Что человеку Ну должно Как-то помогать Видеть Какое-то Свои Место В котором он находится По отношению к Богу Где-то так Вы сказали Что Не нужно ехать В Израиль Для того Чтобы омыться Так вы сказали Да Нет Я сказал Что нужно ехать А нужно ехать Ну копить деньги Но не нужно Идти в Иордан То все-таки Как омыться Чем Так как Иисус Омыться Иисус омылся В Иордане Но это может быть Ваш личный Иордан Самое главное Это духовное Ваш Вызов Кризис Не знаю Как угодно Ваше решение Подчинить Свою волю Богом Ведь это Самое главное В моменте Омытия Крещения Когда Взрослый человек Сознательно Говорит Что он Отныне Хочет Изменить Свою жизнь И крещение Омытие Это всего лишь Ну Видимый символ Вот этого решения То есть Вы считаете Что просто Человеку Необходимо Креститься И тогда Пройдет Вот это Омытие Интересный вопрос Чем Какой Мочалкой Где взять Ту воду Которая Могла бы Омыться Для того Чтобы Твое сердце Было чистым Потому что Написано Что блаженно Чистым Сердцем Ибо Таковы Люди Они Бог И Увидят Ну Ведь Это Задача Бога Отмывать Мое Сердце Моя Задача То Что я Могу Сделать Сказать Признать Свою Капитуляцию Сказать Господи Я Себя Знаю Я Знаю Ту Вину И Боль Которую Причинил Людям Я Знаю Что Многое В себе Я Не Могу Изменить Поэтому Помоги Как Молился Франциск Осидский Изменить То Что Я Могу Изменить И Смириться С тем Что Я Не Могу Изменить Но Господи Ты Совершаешь Мое Спасение Мы Себя Никакими Мочалками Тайдами Не отстираем Это невозможно Хорошо Следующий вопрос Может ли Человек Рожденный Свыше Вновь Испытывать В своей Жизни Чувство Вины Да Он Должен Испытывать Если Он А в чем Тогда Разница Ты Живешь Без Бога Чувство Вины Тебя Просто Настигает Мы Говорим Сегодня Депрессия Стресс Просто Накатывает На человека Приходишь К Богу И опять Живешь В состоянии Вот этого Чувства Вины Без Депрессии С Богом Без Депрессии Живешь Ты просто Видишь Что ты сделал Что-то неправильно В жизни С Богом Ты Бога Попросил Бог тебе Помог Бог помог Наладить Отношения Бог устроил Какую-то Ситуацию Ты видишь Руку Божию Ты сотрудничаешь С Богом Это самая Большая Радость То есть Для тебя Это не просто Разговоры Ты видишь Бога Который Вмешивается В жизнь В твою Личную Может быть Жизнь Твоей Семьи Города И меняется Это самая Большая Радость Ну а разве Бог не дает После крещения Или после рождения Свыше Бог не дает Такое чувство Что ты живешь Совершенно Другой жизнью Жизнью Радости И вот эта радость Она просто удаляет Все Она просто Выметает Все Это чувство Вины Которое Есть В твоей жизни Так больше В жизни Христианина Должно быть Радости Или чувство Вины Ну во-первых Об этом В программе Будет лекция Радости Поэтому обязательно После крещения Особое чувство Особые эмоции Но жизнь продолжается Эмоции могут Немножко потускнеть Мы можем совершить Неправильный поступок Семь раз упадет Праведник Семь раз встанет Испытает чувство Вины Бог его омоет И он дальше пошел Спасибо Андрей Задает вопрос Насколько долго Можно откладывать Покаяние Хочется всего Попробовать А на старости Я покаюсь Простит Бог В таком случае Меня Но если Все попробовать Можно не дожить До старости В этом есть проблема Поэтому Лучше покаяться Попросить Божьего разума Водительства А там может быть Уже и не захочется Все пробовать Может какая-то Разборчивость появится Должна появиться И наверное Пожалуй Последний вопрос Тарас спрашивает Задает вопрос Если вины Никакой нет Но она меня душит Как быть? Вообще интересное чувство Вины нет Но она Она душит Как быть? Я не знаю Может быть Не она душит Ну знаете Мне кажется Вопрос Может быть Какой-то Даже подростковый Когда вот Что-то меняется Даже на гормональном уровне Какие-то там Переживания Ну все-таки Если человек Испытывает Что нечто Душит его Чувства вины Нет Он не может Осознать Что происходит Но вот это Удушение Есть Ведь наверное Это если я Не святого духа Или просто Это слабость человека Мне кажется Если дух святой Действует То там нету Такой непроглядной Тьмы Скорее всего Поэтому Скорее здесь наоборот Поэтому наоборот Надо попросить силы Божьей Чтобы вот эта темнота Вот это вот давление Чтобы как-то оно Светилось Богом Чтобы Бог показал выход Бог живой По отношению К каждому человеку Если с ним Откровенно Вечером Сесть И поговорить Полчаса 99% Отпадет Я уверен Спасибо Андрей За ответы На непростые вопросы Спасибо вам Смиренные Сокрушенные сердцем Они покоренные Вот этой удивительной Любовью Господа Начинают хотя бы Отчасти понимать Что значит Та жертва Которая была принесена Однажды Господом на Голгофе И наверное Многие дети Может быть сын Который Что-то сделал плохое Предотцом Приходит и кается Вот так Многие люди Они приходят к Богу И они начинают понимать Что нужно покаяться Перед великим Богом Потому что Именно Он Господь Может дать Прощение Чувству вины Каждого человека Не зря мы читаем В Священном Писании Такие слова Если исповедуем Грехи наши Как говорит Священное Писание То Он Бог Будучи верен И праведен Простит нам Все грехи наши И очистит нас От всякой неправды Когда мы читаем Священное Писание Когда мы видим Бога в нашей жизни Что нас поражает Это то Какими методами Он действует Он не ломает нас Он насильно Не меняет нашу волю Единственное Что Он делает Он стоит И стучит В дверь Моего и твоего сердца И вопрос Открою ли я Зависит только От меня Мы продолжаем Молиться о наших зрителях И которые Отправили нам Свои сообщения Через Контакт Центр Мы получаем Не только Во время трансляции Нашей программы Эти молитвенные просьбы Каждый день Работает колл-центр Где работают Операторы И они принимают Эти звонки Я лишь Несколько Молитвенных Просьб Выписал Для того Чтобы мы Могли помолиться За нужды Этих людей Ольга Сружина Просит Молиться За дочку Светлану Сахарный диабет Проблемы Со зрением Николай Сволыни Просит Помолиться Проблема И алкоголь И алкоголь Зависимость Людмила Из Берлина Просит Молиться За здоровье Сына Сергея Которому Всего Три недели Владимир Просит Молиться За Карину Температура Кашель А также За Александра Алкозависимость И многие Многие Другие Молитвенные Просьбы Мы сейчас Обратимся К нашему Небесному Отцу И попросим У него Благословения И помощи Для этих людей Отче Небесный Святой Праведный Бог Наш Ты Создал Нас В чреве Матерей Наших Выткал Как из Разноцветных Нитей И Привел В этот Мир Открыл Наши Глаза И мы Благодарны Тебе За жизнь Которую Ты Даровал Нам Сейчас Господи Мы просим У Тебя Прощения Просим У Тебя Господи Чтобы Ты Простил Нас Когда Мы Неправильно Распоряжались Дарами Возможностями Жизнью Свою Временем Боже Прости И научи Нас Как Сотворить Этот Достойный Плод Покаяния Господи Пусть Дух Твой Святой Прямо Сейчас В нашем Разуме Покажет Подскажет Образ Того Человека Перед Кем Мы Виновнее Всего Кому Мы Сегодня Может быть Или в ближайшее Время Должны Сказать Слова Любви И попросить Прощения Подскажи Нам Боже Что Что мы Можем Исправить И Изменить Чтобы Имя Твое Не Позорилось Чтобы Господи Правда Твоя Умножалась В этом Мире Ты Слышал Господи Просьбы Многие Просьбы Скорбящих И Плачущих Благослови Их Услыши И Прославься В жизни Нашей Просим Отец Сын И Дух Святой Ради Иисуса Христа Аминь Спасибо, что вы были вместе с нами. Завтра мы вновь приглашаем вас на программу Истории Вечной Любви. В 18 часов по киевскому времени мы будем ожидать встречи с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»